Добрый день, друзья! Сегодня начинается большая экспедиция на целых полных три дня. Едем с Камрадом очень далеко, за 300 верст от дома. Вот мы встретились возле вот такой вот красивой церкви. Но мне кажется, то ли она современная, что вряд ли, потому что деревня... А, вот информация. Может быть, здесь есть какой-то год основания? Так. Нет, года основания здесь я не вижу. Но церковь красивая. У нас в планах заброшенные деревни, селище, городище, несколько речек и оврагов. Будем ночевать там у его родителей дома. Они там в деревне живут. Я думаю, находок будет много. Думаю, будет все интересно. Ну что, не теряем время. Едем в путь. Ну вот никак не мог я проехать мимо. Вот здесь вот такие... мимо таких вот мишек. Смотрите, какая красота. Озеро. Большое очень озеро. И вот еще один мишка стоит. Я думаю, там где-то... Камрад там вперед уехал. Но я его, думаю, догоню. Когда я еще тут побываю? Камыши. Кигушка. Ну какой мистер жаб. Какой аист красивый. Прям как на море. Ну почти. Дорога немного загруженная. Так что еду примерно километров 60-70. Быстрее не получается. Ехать еще часа четыре, наверное. Или три. Заодно чуть-чуть спинку размял. А то на сидении сидеть... А сидение у меня очень комфортное. Кстати, я ее покрасил. Вы видите? Какой цвет. Мазаратти почти. Ну сейчас темно. Сейчас не видно. Ладно, поеду. Вот сколько еду по городу. Уже минут, наверное, 15. Он весь такой. И это город. Единственные два высотных дома я видел. Это имперские. В одном аптека. В другом отделении полиции. И вот повсюду продают вот чернику. Черника, черника, черника. О! Все, выехали из города. Таких городов я еще, конечно, не встречал. Ну вы уже, наверное, увидели, какой это был город. И вы уже, наверное, понимаете, куда я еду. Так, у меня две минуты отдыха. Я издалека увидел вот это вот. Это прям размеры-то какие. Это очень большое. Я даже не знаю, это церковь. Му-му. Все, рядышком. Давайте посмотрим. Так. Я думаю, будет видно. Основатели поселка братья Баташево, Андрей Родионович и Иван Родионович. 1758 год. Так. Стелла установлена в 2008 году. В честь 250-летия основания железоделательных заводов и поселка на реке Гусь. Давайте чуть-чуть посмотрим. Что это такое? Вот мне это напоминает старые европейские храмы. Вот эти вот помпезность, величие. Толстенные метровые стены. Такие костелы такие, католические. Вот это да. Вот это да. Я с ним таким маленьким себя чувствую. Такое ощущение, что где-то в Европе, где-то Зальцбург, что-то такое. Вена. Такой какой-то готический стиль немного. Ладно, я опоздаю, думаю. Камраду, думаю, ничего страшного подождет. Такую штуку-то. Но я вам тогда расскажу о ней. Мне тоже дико интересно, что это такое. А теперь коротко и тезисно расскажу об этом месте. Родоначальником семьи горнозаводчиков Баташевых считается тульский кузнец Иван Тимофеевич Баташев, начавший строить заводики в Тульской губернии. Биограф Баташев Павел Свинин говорит о нем как о бывшем управителе всесильного заводчика Демидова. Но из дел Беркалегии видно, что Баташев и потом пользовался покровительством царского любимчика Демидыча. Андрей Родионович Баташев. Свои заводы он оставил сыну Александру, который довел свои предприятия до упадка и рано скончался. Тогда производство сосредоточил в своих руках младший сын Родион Иванович, а после него сыновья Андрей Родионович и Иван Родионович. Андрей Родионович был старше брата Ивана на 8 лет, был более волевым и резким, разбирался в механике, металлургии, гидротехнике и даже химии. Поэтому многое началось и делалось именно по его инициативе. Был человек твердого характера, человек с высшей степенью энергичный и, что называется, широкая натура. Описал его писатель Андрей Мельников-Печерский. Впервые на Рязанщине братьев Баташевы появились сразу после отхода из Тулы в середине 1750-х годов. В июне 1758 года подали Челобитную в Берк-коллегию о строительстве в Гусевской волости близ деревни Веркутец на реке Гусь, Гусевского завода, который впоследствии станет одним из самых крупных среди Баташевских заводов. Принято считать, что завод был пущен в 1758 году, но в материалах Берк-коллегии он упоминается как строящийся еще и в 1760 году. В 1783 году братья полюбовно разделились. Унжинский завод отошел Ивану, Гусевский и Ерешемский Андрею. После раздела Андрей Родионович переезжает в Гусь, который отныне и до самой смерти становится его резиденцией. В этом месте я почему остановился? Потому что увидел этот огромный храм. Сам Троицкий храм, разумеется, православный. Гигантский белокаменный, двухсветный, в 55 метров высотой, с купольным восьмеряком и 70-метровой колокольней. Пожалуй, это крупнейший из всех сельских церквей в России. Храм вмещает примерно 1200 человек и имеет три престола. Стиль определяется как псевдоготика, а годы строительства растянулись с 1802 по 1868 год. Заказчиком храма стал вовсе не основатель и легендарный хозяин усадьбы Андрей Родионович Баташин, а его сын, Андрей Андреевич, по прозвищу Черный. Не исключено, что проект был заказан еще отцом. Тот слыл масоном. И собор, копирующий английские аббатства, был бы ему по душе. Храм оказался таким большим и дорогим, что достраивали его уже внуки Андрея Родионовича. Выходит, что его не видел ни заказчик, ни основатель. Авторство проекта храма до сих пор точно не установлено. Упоминается и косимовский архитектор Гагин, и Василий Иванович Баженов, которому присваивают любое сооружение, которое носит черты русской готики. К тому же и Андрей Баташев, и Василий Баженов якобы были масонами. И это может объяснить использование готических мотивов. Усадебный дом в Гусе Железном был сооружен на рубеже XVIII-XIX веков. На строительство дворца Андрей Баташев согнал в Гусь сотни крестьян из-под властных ему деревень. И меньше чем через два года на огромной, окруженной лесом поляне появилась усадьба-крепость, обунесенная сплошной каменной стеной, двухсаженной высоты с башнями и бойницами, способной выдержать настоящую осаду. Сегодня от башен не осталось следа, но каменная стена еще есть. Поднявшись по одной из лестниц, ведущей из мраморных сеней во второй этаж, и повернув налево, вы входите в роскошный зал, убранство которого великолепно. Такие залы нельзя встретить в частных домах, они присущи только царским чертогам. По бокам залы два балкона. Один выходит на эспланаду сада, другой на господский двор. Озеро и заводские постройки, с их огненными фонтанами, шумом и грохотом. Вид с этого балкона восхитительный. Влево от залы начинается целая амфилада поистине царских комнат, а за ними следуют уже и жилые покои. Это жилая половина дома. Правее залы расположен также целый ряд комнат, но они необитаемы и представляют страшное запустение и развалины, незаметные только снаружи. Нижний этаж по расположению комнат напоминает верхний, а под этим этажом находятся подвалы. Частью от времени разрушившейся. И молва гласит, что из некоторых подвалов когда-то были подземные ходы, выходившие в поле. Пишет в своем очерке об Аташевых Мельников-Печорский. Не знаю почему, но так получается, что вокруг богатых людей и их имений ходит множество слухов и легенд среди простого люда. Некоторые слухи и факты сейчас расскажу. В очерке «Орлиное гнездо», написанном в начале 1920-х годов, рассказывается о том, что у Баташева была команда из 300 человек, которые жили в специально выстроенных для них слободе за барским домом. И странное дело, неизвестно, где они трудились, держались всегда особняком и получали хорошие жалования. При этом никогда никому не рассказывали о своей работе, как не уговаривали их, как не просили. Неудивительно, что любопытство местных жителей взяло вверх над Старахом перед гневом барина и в конце концов кто-то все-таки выследил, чем занимаются эти молчаливые люди. По ночам от барского дома к озеру тянулись целые обозы с землей, а к усадьбе подвозят тесанный камень и скобяные изделия. Не иначе, как барин строил тайную подземную резиденцию. Именно об этом подземелье будут ходить слухи, как о месте, где Баташев устроил свой монетный двор. Внук Андрея Родионовича якобы однажды обнаружил потайную дверь в леднике, открыл ее и спустился в подземный тоннель, который заканчивался еще одной дверью. Но на него внезапно напал сильный страх, и он в ужасе и выскочил из подземелья, так и не решившись проникнуть в страшные катакомбы. Последняя владелица имения, заинтересовавшись семейными легендами, решила попытать найти в доме тайники. Она стала методично простукивать стены, и заодно и из них действительно нашла небольшую площадку с винтовой лестницей. В комнатке, в которую вела лестница, хозяйка обнаружила круглый стол на трех львиных лапах, а на нем особую форму шапку, молоток и гвоздь, символы масонства. Там же она обнаружила небольшую дверь, которую по какой-то причине побоялась открыть и велела заложить. В легендах рассказывается, что Баташев неожиданно появлялся там, где его не ждали, возможно, как раз вот по секретным подземным ходам. С крыльца дома виден большой старинный парк, который еще при жизни Андрея Родионовича получил в народе прозвище «Страшного сада», якобы из-за того, что в нем был устроен позорный столб, которому привязывали провинившихся для наказания плетьми. Вообще порка крестьян в эту эпоху дело хоть и печальное, но неудивительное. А учитывая, что на заводах работали сотни и тысячи человек, провинившихся точно хватало. Кстати, на заводы прибивались и бедные. За это окрестные помещики не любили заводчика Баташева. А тот охотно принимал чужих крестьян и платил им жаловни. Лишних рабочих рук на заводах не бывало. В другой части парка был павильон любви, в котором якобы Баташев устраивал оргии с крепостными девицами, приглашая иногда на мероприятия дорогих гостей. И, мол, ни одна девушка утопилась в огромном гусевском вдохранилище от позора. А между тем, тиражируемые легенды еще и повествуют, что жил Баташев с тремя женами одновременно. Держа их во дворце со всеми их детьми. Настоящий гарем. Говорят, что над его смертным адром склонились все потомки с одним вопросом. «Кому оставите все, батюшка?» «Тому, кто одолеет», ответил Андрей Родионович и скончался. Якобы потомки мучились вопросом, кого же надо одолеть? И легенды шепчут, что одолеть надо было злого духа, который жил на заводах и в подземельях. А на деле старик Андрей Родионович фразу закончил. Он готов был оставить все тому, кто одолеет остальных. При сильных страстиях, необузданном воспитании он не признавал ни закона, ни правил. Писали про Андрея Баташева. По бревнау тоже крестьяне распахивают. Хозяин приезжает, там поле чистое, спахное. Вот такой был чудак. Так что деньги никто не взял, где-то лежат катакомбы. Но в катакомбы никто не полезет. Есть такое понятие рудничий газ. Они же старые, достаточно обваленные. Говорят, что его ночью на тройке ездили по подземельям в Касимов. Мне кажется, это вранье. Это должно какое-нибудь подземелье ширины, чтобы на тройке по нем кататься. Но изрыто здесь было все. Это точно. Это еще в советское время искали. Сама территория усадьбы была где-то на 6 километров в окружности. Стена была высокая, 6-метровая. Построена. В общем, настоящая крепость. Так что это было серьезно. Это так всем кажется просто. Сейчас кругом разрух все разрулили. Это сам разломали. И церковь хотели разломать, говорят. Когда устроили этот сам как я сказать, мост через Аку, хотели цену разломать. На камне? Ну да, на камень. Просто на камень засыпать. У нас как раньше считалось. Уничтожить все надо было. Все отголоски старого. Не, ну не вот это же. Ну, это необычно. Кстати, в России такой нет. Это единственное. Говорят, что еще где-то на Украине Чернобыль что ли? Чернобыль где-то тут похоже. Но все равно это как бы сказать это больше. Она причем точечная. Вот подвал еще примерно столько же вниз уходит. Вот представляете как фундамент должен быть? Чтобы такое точечное здание выдержать. Да. Часто строят 9 этаж как бы сказать фундаменты достаточно чтобы такие крепкие были. А это такая махина. А это еще больше. Какой вес у нее там стены полтора метра наверное. 9 этаж все строят какие они самые стены небольшие и в общем-то это бетонное стекло. А здесь камень сплошной. Ну да. Так что вообще интересно. Возьмите в интернете читать на все написано. Обязательно обязательно. Спасибо до свидания. вот не смог я достать камеру с самого начала разговора. Сейчас я еще хочу пройтись. Так увидит нет камеры ага вот он посмотреть усадьбу этого графа хотя там чуть-чуть далеко лучше тогда доедем. Я спросил а что вот за это такой красивый дом он сказал да это так какого-то купца местного небольшого блин купца местного небольшого а купить первого м м м Доброе утро, друзья! Мы на месте, мы копаем. Но не на этом месте. Сейчас нахожусь на вершине Вала-городища. Это городище, датированное IX-XIII веками. Археологи определили, что это городище закончило свое существование в XIII веке. По размерам небольшое, где-то 50 на 70. За мной поле, очень хорошо просматриваю в АЕМАЕ. Вон там он, за деревьями находится АК, а вот здесь, с другой стороны, овраг. Но мы закон не нарушаем, мы здесь не копаем. Мы едем дальше. Просто заехали посмотреть, что здесь происходит. И следов археологов что-то особо не видать. Есть, конечно, какие-то маленькие ямки, но вот крупномасштабных каких-то раскопок я здесь не наблюдаю. Ну а так вид-то, конечно, хороший. С другой стороны, вон там он, находится деревня, чуть-чуть пониже кладбище. Ну, поле заросшее. Здесь нам вообще никак не покопаться даже возле деревни. Но мы сейчас поедем в другое место, где более-менее мы, предположительно, нашли поселушку, относительно большую. На АКРах ничего там нету, просто овраг. Маленькая речка, отрожек и следы поселушки. Сейчас мы едем туда. Что найдем, покажем. Мест, отмеченных, у нас достаточно много. Вал достаточно высокий, наверное, метров 5-6. А в свое время он, наверное, был еще больше. Плюс какая-то крепостная стена. И, скорее всего, могу предположить, то, что размеры небольшие. Это была какая-то небольшая крепость для охраны реки. Разбойников-то на АКЕ было много. Грузоперевозки были большие. Так что торговые караваны надо было охранять. Вот это городище как раз этим и занималось. Охраной водных путей. Так можно сказать. Ладно, поехали копаться на место. И не будем нарушать закон. Время обед. Проехали... Так, сколько? Два поля мы проехали. По идее, думали перспективные. Нет. Место с таким, с предположительно поселушной землей, рельефом. Ничего. Потом по пути увидели еще место. Ничего. Сейчас приехали на одну речку. Здесь стояло две мельницы. Наша задача найти две мельницы. А потом, чтобы уж больше не ездить, пойдем по речке уже до упора. Ну, до каких нам хватит сил. Вот такой вот расклад. Ладно, время час дня. Не теряем время. Идем в поисках небитых мельниц и до Монгола. А вот смотрите, вот яркий пример, из-за чего пропадают деревни, поселухи и так далее. Вот река. А вот сосна. Сосна. Которая, наверное, лет 50-70. И она уже практически на 60% висит в воздухе. Вот. А дна уже вот упала. Вот берег подмывается. И все. И все уходит вниз. А мы сейчас идем вот вдоль в нее по лесу. Но лес, конечно, жиденький. Лес жиденький. Хотя, не знаю. Так, что мы определили. Вот здесь вот остатки какого-то мостика. По картам он здесь тоже был. Сама мельница находилась вот на слиянии ну вот с самой речки и вот этого ручейка. Вот ручеек. Здесь место такое чуть-чуть пошире. А вон там за мосточком ну что-то типа дамбочки. Такое чуть-чуть запруженное. Вот. И течение этой дамбочкой немножечко усиливали. Вот. И сама мельница стояла вот вот где-то вот здесь вот. Вот. Где-то вот на берегу. Но на берегу трава высокая. Даже черноты я не слышу. Даже черноты не слыхать. Так. Сейчас еще чуть-чуть покружимся и пойдем дальше. Там вроде бы следующая мельница со двором и там должно быть немного почище в плане травы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но гвоздей советских Ни чернинки Более старшего Ни цветнинки Ничего не нашли Вот Последняя точка Вот Более пологая Более красивая Более благоприятная для жилья Но к сожалению на ней ничего не было Так Завтра у нас Заброшенная церковь Потом у нас Родник Потом у нас Овраг И если успеваем Две исчезнувшие деревни Но все зависит от Времени и от Оврага который мы Наметили с Тремя местами Вот Овраг Три места Но Овраг конечно интересный Овраг интересный В следующем видео Обязательно смотрите Продолжение Данной экспедиции Все таки Найдем Небитый домонгол Или не найдем Но я думаю найдем Должны мы его найти Этот Небитый домонгол Ну все До новых встреч На полях В лесах На речках и речушках И болотах До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Airlines Редак сдать Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Должение следует...